Для игровых ноутбуков ASUS Republic of Gamers Разбираться будем основательно и с самого начала Для тестирования мы выбрали модель ASUS ROG G752 В комплект поставки вошли Симпатичный блок питания Стяжка для провода Инвайт-код для World of Warships, дающий 1000 золота 30 дней премиум аккаунта и элитный корабль Marblehead Пожизненная лицензия на X-Split Gamecaster И 20% скидка на софт от Adobe Ну и сам ноутбук Если раньше серия ROG оформлялась в черно-красные тона То теперь основная палитра серебрист-оранжевая И нам она определенно нравится Крышка — большой алюминиевый лист Основание — прочный пластик с необычной прозрачной вставкой на днище Тут же и легкосъемная панель, за которой находятся слоты оперативки Жесткий диск и пара M2 разъемов При желании можно добраться и до системы охлаждения Но винтиков придется открутить побольше Не хуже и внутреннее оформление Пластиковая рамка вокруг экрана Алюминиевый топ-кейс И вставка под запястье из маркова Но очень приятного на ощупь софт-тача К сборке претензий нет Панели идеально подогнаны А экранный шарнир уверенно держит крышку в заданном положении И позволяет поднять ее одной рукой Что, впрочем, неудивительно Весит-то ноутбук почти 4 килограмма Но особенно нам понравились органы управления Клавиатура получила Полноразмерные клавиши с тихим и длинным ходом Дубовую подложку Большие Shift и Ctrl Выделенные блоки стрелок и Numpad Красную подсветку и группу из 6 дополнительных кнопок Одна отведена под запуск X-Split Gamecaster Еще 5 Под запуск любых программ И макросы длиной в 256 действий Тачпад под стать клавиатуре Поверхность приятна на ощупь Легко покрывает всю площадь экрана И оснащена двумя большими кнопками с коротким ходом Удобно и для стратегий Вроде 5-й Civilization И для квестов в духе Telltale Дисплей матовый А яркость 350 кандел на квадратный метр То есть играть можно даже на ярком солнце Есть поддержка G-Sync А IPS-матрица с прекрасной цветопередачей Оснащенная несколькими цветовыми пресетами Позволяет работать как с фотографиями, так и с видео За звук отвечают два динамика за дисплеем И один низкочастотный на днище Играют не слишком громко, зато чисто На фильмы и спокойные игры хватает А если захочется большего, можно подключить внешнюю акустику Благо для этого возможностей у ноутбука предостаточно На правой грани стоят три 3,5-мм джека Со встроенным SPDIF и мощным софтом Sonic Studio 2 Умеющим раскладывать стерео в виртуальный сурраунд Подтягивать частоты, включать эффект реверберации А также в реальном времени подчищать сигнал с микрофона Свой софт получили и модули связи Wi-Fi и LAN контролирует программа GameFirst 3, умеющая перераспределять приоритеты и следить за расходом трафика Ещё плюс в копилку ASUS — грамотное расположение и количество портов По два USB 3.1 есть на каждой грани Внешний дисплей можно подключить через мини-дисплейпорт, HDMI, а также USB 3.1 второго поколения со встроенным Thunderbolt Есть и привод Blu-ray и встроенный кардридер А теперь о самом главном — о железе Системой управляет кристалл Intel Core i7-6700HQ, построенный на архитектуре Skylake Отсюда новая DDR4 с внушительным объёмом в 32 гигабайта и возможностью расширения до 64 гигабайт Накопителей — две штуки Windows 10 стоит на твердотельнике объёмом 240 гигабайт и пиковой скоростью чтения в 833 мегабайта в секунду Под файлы же выделен жёсткий диск на 2 терабайта За игры отвечает видеокарта GeForce GTX 970M с 3 гигабайтами видеопамяти И, если не гнаться за 60 кадрами в секунду, во всех современных играх можно смело выставлять максимальные настройки С частотой выше 40 идут и XCOM 2, и Rise of the Tomb Raider, и даже Just Cause 3 Если нужны 60, графикой придётся немного пожертвовать В той же Star Wars Battlefront переходим с Ultra на высокие В Tom Clancy's Rainbow Six Siege отключаем сглаживание А в World of Tanks ничего не делаем, там всё по-прежнему идеально Под нагрузкой ноутбук ведёт себя образцово Никакого троттлинга, видеокарта прогревается всего до 73 градусов А температура процессора не поднимается выше 80-82 Батареи хватает минут на 40 игр или на пару часов офисной работы И для игровых ноутбуков это вполне приличные цифры Словом, обновление линейки ROG успешно состоялось Тут и качественные материалы, и мощная начинка, и грамотная система охлаждения А к этому ещё и мощный софт и шикарный дисплей с органами управления Каждый элемент выполнен на высочайшем уровне Стоит ноутбук в нашей конфигурации 166 тысяч рублей Если отказаться от части оперативки и вдвое уменьшить объём накопителей Можно за те же деньги взять версию с GTX 980M Или сэкономить, выбрав вариант с GTX 970M за 118 тысяч Цены рыночные и, на наш взгляд, более чем оправданные Редактор субтитров А.Семкин